Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите Евразион ТВ. В эфире молодежный тележурнал «Азбука». И с вами в студии я, Алина Ступина. И я, Ксения Пешкова. С помощью обычных детских кубиков мы покажем вам то, что интересует молодежь и как она с пользой проводит время в Тюмени. Так, посмотрим, что у нас здесь. А, ну, например, «Акцент». А что это? Сейчас посмотрим. Сейчас мы находимся в гостях у хореографической студии «Акцент». И у вас есть уникальная возможность увидеть жизнь танца изнутри. «Акцент» 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 Танец для меня это не только движение и музыка, а это, наверное, мой коллектив. Танец для меня это выражение себя, наверное, в первую очередь. Это выражение эмоций, которые я чувствую, проживая в жизни. Это отличная возможность выплеснуть энергию, которая в себе есть. Танец это лекарство от себя, потому что, когда приходишь в зал, не остается никаких проблем, никаких забот. Акцент, я считаю, лучший коллектив ТГУ, который танцует именно эстраду. Этот коллектив, он не пафосный. Здесь какая-то своя особая атмосфера. Мы общаемся с ребятами не только на тренировках, это такая дружная семья, секта. Соперников много. Если брать университет, то в университете акцента соперников, я думаю, нет. Много в Тюмени хороших коллективов, с которыми мы соревнуемся. Главный соперник, наверное, это мы сами, потому что это наше волнение, которое мы испытываем, выходя на сцену. У меня было так, что я вышла, у меня даже не успела обувь застегнуть. Была одна история, когда нас отправили выступать в Каскару. Мы просидели там пять часов, и так они выступили. У нас выключалась музыка, но ребята продолжали танцевать, а я не знаю, наверное, держалась за голову и переживала. То, что могу. Ну, ты да, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, каково это быть представителем своего государства перед другими странами? Наверное, это такая ответственность. Нужно быть компетентным в своей области. Ой, не рассказывай. Я далека от политики. Смотри, буква Т. Тюменская модель ООН. Как раз в тему. Давай лучше посмотрим, как Юлия Николаева и Настя Гурина побывали на ее заседании. Политика всегда ассоциируется с чем-то скучным, занудным, да и вообще малопонятно простому человеку. Поэтому, отправляясь на заседание Тюменской модели ООН, честно признаюсь, мы не ожидали, что нас встретит в столь теплой и дружественной атмосфере. Кажется, политика никогда еще не была такой интересной. Ни обжигания? Мы имеем обжигания, так что сейчас мы будем ввести в пресс-сессию. Девушки, пожалуйста, в доме. Модель ООН – это игра, в ходе которой студенты воспроизводят работу Организации Объединенных Наций. В течение четырех дней каждый участник модели вживается в роль настоящего политика. Все серьезно. Мировые войны, глобальные изменения климата, борьба с терроризмом. Простые студенты должны решить проблемы, с которыми порой не могут справиться даже участники ООН. Во время игры в политику ребята не только тренируют в себе дипломата, но и получают знания, которые могут пригодиться в повседневность. Прежде всего, я думаю, это возможность общения с другими участниками, которые озадачены теми же проблемами. Это возможность развить свои навыки. Это коммуникационные навыки, это навыки иностранных языков, это навыки написания резолюций. И третье, наверное, это возможность применить эти знания потом на практике, после того, как студенты завершат свое обучение в университете. Я учусь на факультете международные отношения, и для нас очень важно выступление на публике. И когда работаешь именно с большой аудиторией, ты учишься говорить, ты учишься не стесняться и высказывать конструктивно свои мысли. И как-то вот так вот. И, конечно же, это новые знакомства. Модель ООН – это не просто игра конференции, которая длится 4 дня. Действительно, можно сказать, что за 4 дня ты просто получишь определенные навыки, но ничего более. Но за этим целый год стоит огромное количество различных других мероприятий, проектов, подготовки, которые тебя наполняют и позволяют реализовывать себя в разных сферах, позволяют путешествовать, получать новые знакомства, контакты. Поэтому модели он мне дала очень много, и действительно она повлияла уже и повлияет на мою дальнейшую карьеру. Игра в ООН зародилась почти одновременно с появлением самой ООН. Первыми моделистами в 1953 году стали студенты Гарварда. В 1968 модель с успехом стартовала в ГАГе. Но на постсоветском пространстве появилась лишь на закате СССР в 1990 году, ведь для Союза ООН была главным полем битвы в Холодной войне. В наши дни крупнейшие международные модели ООН проходят по всему миру. В Тюмени данное мероприятие стало проводиться сравнительно недавно – в 2009 году. Однако уже сегодня Тюменская модель ООН является самой большой в Иральском федеральном округе платформой для межкультурного диалога и углубления знаний молодежи о глобальных проблемах. Тюменская модель ООН не ограничивается залами и аудиториями университета. Побывать на заседаниях модели ООН в Нью-Йорке, Гамбурге, Бонне, Женеве может каждый отлучившийся ученик. Поэтому неудивительно, что ни один новичок Тюменской модели ООН не скрывает своего желания поучаствовать в подобных поездках. Любая модель ООН – это твой маленький шаг на пути к тому, что ты поедешь на другой модели ООН даже за рубеж, например. У нас много ребят ездило в Нью-Йорк, например, или на Украину ездили в Киев, я точно знаю. И это на самом деле очень сильно помогает тебе выбираться. Ты можешь играть гранты, чтобы поехать в другие страны. И общаться с такими ребятами, допустим, как у нас, которые приехали в честь других городов. Это очень ценный опыт. Политика политикой, а возраст моделистов позволяет, несмотря на всю серьезность поставленных задач, относиться к происходящему с юмором и легкостью. Быть может, именно поэтому прекратить войну, остановить распространение ядерного оружия и вообще обеспечить мир во всем мире для них не так уж и сложно. Сегодняшние моделисты завтра, быть может, будут представлять интересы нашей страны на международной арене. Раз так, можете быть уверены, будущее России в хороших руках. Анастасия Гурина, Юлия Николаева, Алексей Мойсов, Евразион ТВ Что у нас есть на букву К? Не знаю, может быть, каникулы? Только об этом и думаешь. Давай посмотрим еще. В Н Ну как же мы могли забыть? КВН? Мы начинаем КВН! В Москве, конечно же, это вот первый сценарий для любого КВНчик, попасть туда, выступить на одной сцене с Александром Васильевичем Исляковым. Все, поехали! Для вас выступает команда КВН «Черная репутация». Поехали! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы команда КВН... Стой, стой! Что? Я Татарин! Я Татарин человек простой! Но я киргиз! КВН для меня сейчас стала неотлепленной частью моей жизни. В будущем есть идеи насчет жанра КВН, выступать от университета, в разных лигах, возможно, если, дай бог, все получится. Ну, мы сейчас просто... Я сейчас не заглядываю в будущее, для меня сейчас главное сейчас. Не хочу строить каких-то планов, но есть перспектива в будущем. Я вас это надо, что снимаю. Молилась ли ты на ночь без демона? Подожди, подожди, подожди! Как так можно играть, да? Как? Как можно играть в дерево? Ты не дерево! Ты, слушай, Василь, бревно! Ну, в будущем, я не знаю, если честно. Я не задумываюсь об этом. Ну, а так, КВН так-то помогает в жизни, в учебе. Ну, не как в учебе, а то есть способствует тому, чтобы ты реализовался тут. И у тебя люди узнают везде. Это раз. Много, куча, куча знакомств. И это очень интересно. А, ну, когда ты уходишь, например, на сцену, и слышишь смех людей, это когда тебя бодрствует очень сильно причем. И это какая-то эйфория после этого всего. Даже после того, как ты выступил. Расслабленность очень сильная. И эйфория, как. Еще раз. Ты барашка! Ты вдаешь голос, барашка! Давай. Давай еще раз. Уважаемые горцы, что лежит в черном ящике? Да! Некто не хвалимся. Ну, ты феалистично просто. Все, она говорит. Там лежит ложка. Отвечаю тебе! Занимаясь КВНом, я нашел новых друзей. Это хороший повод повеселиться, собраться со всеми, пошутить, а также придумать номера. Ну, и хороший шанс выиграть. Так как у нас из всех курсов и из разных направлений мы собираемся и шутим. Просто стоять сюда. И все. Вот так. Вот так. Давай, давай. Смотри. Давай. Ну, не, не. Ну, давай, Наташа. Нет. Что ты, Наташа? Ну, нет, я сказал. Давай, все, подразумеваем. Ты, 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 ты. Давай, отлично. Только скажи, ну, давай, тут раз поборемся. Если все-таки мы организуем какую-нибудь команду и уедем играть в какую-нибудь лигу, то да, почему нет, будем играть. Вот. Да, конечно же, я никогда не перестану следить за КВНом. КВН-то интересно, это смешно. Бе-е-е-е, сон! За час его пора нам взять? В космосе нету тюльпинга шашлыков, а тут я приеду, порежу и сделаю шашлык. Не проходите? Как это не проходит? А тут не проходит. Мираж не проходит. В космос не проходит. Ладно, вот не Гэрис попал в Текста и написали. Все, прошли. Все, прошли. А что, мне не было? Банана! Да не его вот-то волну! Эй, да! Здесь что-то странное. Яйцо. Пасха. Нельзя забывать об этом светлом дне. Вербное воскресенье, куличи, пасхальные яйца. Это и правда чудесный праздник. Но, к сожалению, многие из нас не знают всех его тонкостей. А вот Анна Дьяконова и Гузель Файзулина посетили духовную семинарию и попытались развеять мифы о Пасхе. Разобраться нам в пасхальных терминах поможет преподаватель Тюменского духовного училища Дьякон Дмитрий. Добрый день, Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему последнее воскресенье перед Пасхой называется Вербным? Если бы у нас в России росли пальмы, мы бы его назвали Пальмовым. Потому что вот пальмами встречали победителя. И Христос, когда въезжал в Иерусалим на Ослики, а этот праздник по церковному называется Вход Господень в Иерусалим, то люди встречали его пальмами ветвями, как победителя. А у нас пальмы не растут, поэтому мы веточки. Надо сказать, что событие Входа Господа в Иерусалим для православных христиан большое значение имеет. И насколько мне известно, последняя неделя перед Пасхой называется Страсмой. Почему имеет такое название эта неделя? Эта неделя называется так, потому что мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа. Накануне совершается Четыридесятница, то есть пост длиной 40 минут. Ну, строго говоря, 42 дня. Вот 6 и 7, 42, 6 седьмец. И после этого начинается отдельная неделя, вне Великого Поста, но особое название Страстная. Каждый день, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все они связаны со скорбными событиями. Это самая строгая неделя в церковном году. А в пятницу по уставу так даже и трапеза не полагается, и многие даже воду не пьют. Венчать у нас не положено накануне этих дней, то есть во вторник и четверг. Венчание не происходит, потому что в брачную ночь тогда бы приходилось на ночь страдать. Почему происходит праздничное богослужение именно в ночь, а не, например, днем или утром? И надо понимать, когда происходила первая в истории человечества божественная литургия. Она происходила согласно всем четвергым евангелистам канонических евангелий ночью. Поэтому такое называется Тайная Вечеря. Все это было сочетание мы послышали мистикой диктус по-гречески. То есть Тайная Вечеря. И Христос в это время преломил хлеб, благословил вино и сказал, что примите, дети, это тело мое. Мы в память об этих событиях наши праздничные, особо праздничные богослужения совершаем ночь. И в завершении нашего разговора скажите, почему на Пасху красят яйца? Ну, а это уже церковное предание. Среди учеников Иисуса Христа были не только мужчины, но и женщины. Вот. Одна из них была Мария Магдалина. Мария Магдалина к преданию дошла Аждарина, ученица Христова. И когда она императору Тиберии обратилась, именно при Тиберии это страдал Христос, надо было императору что-то подарить, она была небогатая женщина. И принято было императору дарить яичко, как символ жизни, жизни вечной. И она поэтому поднесла императору традиционно для Римы такой подарок. И когда она ему благовестила, Христос воскресе, он говорит, скорее, яичко тебе в руках покраснеет, чем кто-то там из мертвых воскресет. Они не верили в это событие. Яичко действительно стало красным. Вот такое предание церковное есть. И в память об этом пасхальные яички раскрашивают. Ммм, вкусненько, солененько. Соль. Вообще соль это белая смерть. Знаешь, для кого белая смерть, а для кого-то театральная жизнь. Принято считать, что театральная жизнь начинается с вешалки. Но на самом деле театральная жизнь начинается с режиссеров. Пойдемте с вами с ними познакомимся. Вот наши режиссеры Маша и Вика. Привет. Также неотъемлемой частью театра являются актеры. Помимо режиссеров нужны еще актеры. Ну а также то, на чем их подают. Это, конечно же, реквизит. КОНЕЦ Ну и актеров, как любое блюдо, подают в специальном соусе. То есть в костюмах. И сейчас мы будем тренироваться. То есть это не надо снимать. Вот мы уже закончили наше переодевание. Я уже в костюме. Я играю крестьянскую сироту Гашу. В принципе, это и отображено в моем костюме. И вот сейчас уже заканчиваются последние этапы нашей подготовки к репетиции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому! 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 нет. Почему? Блин, не знаю, просто не наблюдал, чтобы кто-то так обращал сильно внимание на это. А вот как думаешь, например, я, вот обычный человек, я могу вот научиться этому? Думаю, да. Главное желание. Скажи, а ты ломал что-нибудь? Нет, не ломал. Для чего ты вообще этим занимаешься? Мне это нравится, это позволяет мне преодолевать свой страх, что приносит мне очень много кайфа, потому что перед каждым элементом обязательно человек волнуется, какие-то его сомнения терзают, и когда человек себя преодолевает, я считаю, это главное в жизни. Ну и адреналин, разумеется. Ну что сказать, я, честно говоря, в шоке. Как они это делают, нарушают все законы гравитации? Я бы, наверное, так не смогла, хотя кто знает. Ксения Пешкова, Алина Ступина, специально для телеканала Евразион ТВ. Вот такая у нас получилась азбука. И на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Ой, подожди, у нас еще весенний подарок от Маргариты Чекуновой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok